Что собой представляет малый и средний бизнес в нынешней российской экономике? Он занимает маргинальное положение. Чем вы занимаетесь последние полтора месяца? Каждый день адаптируясь. Что можно было бы сделать, чтобы бизнесу стало легче? Раздавать антидепрессанты и все это, и не чертям. У нас на 100% импорт. Сейчас просто с этим есть проблемы, они пускают. Не повезем авиасообщением, повезем пешком. Такого, по-своему, марта у нас еще не было. Работать сейчас надо, дыхать, ой. Людям не нужно искусство, когда им нечего есть. Вообще, похоже, придется закрыть бизнес. Происходит, ну, просто потрясающее чистое. Подходящее время, чтобы заняться бизнесом. Нефарбсы. Всем привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин, и это Нефарбсы. Сегодня мы поговорим о малом бизнесе, о том, что он планирует делать в сложившейся действительности. С умирающим без таргета инстаграмом, проблемами с логистикой, повышением цен на сырье и просто упавшим благосостоянием клиентов. Погнали. Специальная военная операция на Украине значительно повлияла на экономическую ситуацию в России. Сильный удар пришелся на малый бизнес. Около 20% компаний из сферы малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников на фоне кризиса и санкций, показал опрос сервиса Акитом Бухгалтерия, проведенный специально по просьбе Forbes. У 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий и вовсе приостановили свою работу. В начале марта правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса. Среди них мораторий на проверки малого бизнеса до конца 2022 года, субсидирование льготной 3% ставки по кредитам, выданным в 2021 году по программе FOD 3.0, освобождение всех IT-компаний от уплаты налога на прибыль и проверок. 24 марта премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит молодым предпринимателям гранты на развитие бизнеса в размере от 100 тысяч рублей до полумиллиона. Около 45% представителей малого и среднего бизнеса, опрошенных сервисом, считают наиболее эффективной меры поддержки в текущей ситуации отсрочку по налогам. 23,2% респондентов посчитали, что ни одна из этих мер не является эффективной в нынешней ситуации. Мы позвали представителей совершенно разных бизнесов, чтобы они рассказали, как обстоят дела, на что они рассчитывают и как пытаются справиться с новыми вызовами. Не форцы. Мы созвонились с Александром Аузаном, деканом экономического факультета МГУ, председателем общественного совета при Министерстве экономического развития. Должности, заслуги и регалии Александра можно перечислять еще долго, если коротко, это один из лучших экономистов в нашей стране. Кто собой представляет малый и средний бизнес в нынешней российской экономике? Он занимает маргинальное положение. Структурно он раза в три меньше, чем, скажем, в развитых странах континентальной Европы. И это не случайно, потому что российская экономика, как надо сказать, в общем, многие экономики в мире состоит из так называемых экстрактивных институтов. То есть правило здесь сделано для того, чтобы качать аренду. В такой экономике низкая конкурентность, много монопольных барьеров и много административных барьеров. И малый бизнес, и средний, надо сказать, встроены в эту систему. То есть тоже нередко пользуются той или иной административной поддержкой, находятся в сложных связях с теми или иными монопольными поставщиками или заказчиками. Так было. Теперь давайте поймем, куда дует ветер. Должен сказать, что ветер дует с востока. До того еще, как Россия развернет свои поставки на восток, мы уже с востока у китайских товарищей начинаем учиться тому, как цифровое тоталитарное государство в Китайской Народной Республике работает с бизнесом. А там эта система основана на формуле такого обмена ожиданиями в социальном контракте, тотальный политический контроль поведения граждан в обмен на массовую поддержку предпринимательства. Мы еще не пришли полностью в эту систему, но мы в нее двинулись. Поэтому место малого и среднего бизнеса будет меняться. И меняться довольно быстро. Сейчас много споров, куда нас отбросит или продвинет нынешняя ситуация в СССР, в военный коммунизм, в рынок образца начала 90-х годов. С моей точки зрения, мы довольно быстро сейчас вступаем в модель, которая похожа на новую экономическую политику 100-летней давности. Жесткий политический режим, государственный контроль за крупной промышленностью, потому что большой бизнес очень пострадал от санкционного шторма и нуждается в помощи, и за эту помощь будет платить, конечно, подчинение. Но малый и средний бизнес, именно он должен будет решить задачу жизнеобеспечения страны, восстановление всего продуктового ряда, который страна во многом утрачивает из-за санкций, трудностей с логистикой, наследия коронакризиса и так далее. И в этом смысле у малого и среднего бизнеса стоит вызов огромного расширения. На мой взгляд, у него есть еще и некоторые преимущества для этого расширения. Эпоха-то цифровая. Россия за последние два года очень продвинулась в цифровых технологиях. Теперь малый бизнес через шеринговые платформы легко выходит на рынок национальный, глобальный. И в этом смысле есть рычаг, который малому бизнесу может помочь не просто расшириться, но сделать это, я бы сказал, по-современному. Александр Александрович, вот вы сказали такой тезис, что малый и средний бизнес – это то, на чем наша экономика должна, на что она должна опираться, но такого ведь последние 30 лет вообще не было. Во-первых, я бы напомнил, что в начале 90-х малый и средний бизнес, они свою роль в жизнеобеспечении страны, конечно, сыграли. Во время шохотерапии, отмены всех и всяческих барьеров, нулевой импортной пошлины и так далее, и так далее. Без усилий малого и среднего бизнеса в начале 90-х страна бы не выжила. Но сейчас это, конечно, выглядит по-другому. Потом я повторю, что в этой экономике все-таки будет две ноги. НЭП 2.0 предполагает, что с одной стороны надо расширять малый и средний бизнес путем либерализации, а с другой стороны, я думаю, что сектор большого бизнеса будет не только контролироваться, но там начнут возникать форматы типа цифрового госплана, потому что действительно цифровые технологии тут открывают новые возможности, и действительно без целенаправленных проектов вряд ли малый или средний бизнес может сделать, например, микрорадиоэлектронику, без которой года через три нам придется, мягко говоря, плохо. Как вы оцениваете меры поддержки правительства, которые сегодня есть, и какие бы вы добавили или бы вообще убрали, заменили? Вы знаете, я эту историю наблюдаю 30 лет и участвовал в четырех попытках, более или менее успешных, убрать, понизить административные барьеры для малого и среднего бизнеса. В целом, я бы сказал, во-первых, не надо сводить дело только к снижению административных барьеров. В очень многих странах такая шизофрения наблюдается. Административные барьеры убирают, а потом их снова восстанавливают. Понятно, почему. Потому что нужно иметь ренту для того, чтобы ее присваивать, и для этого предпринимательская активность должна быть в стране, кроме минеральных ресурсов. А с другой стороны, ее надо изымать, для этого нужны административные барьеры. Поэтому движения туда-сюда, они довольно характерны. Но тут есть некоторые детали, о которых я бы все-таки напомнил. Есть проблема. Монополии-то остаются. И остаются тарифы естественных монополий. Остаются цены подключения малого и среднего бизнеса к инфраструктурам, к сетям и так далее. Это очень важное направление. О нем иногда забывают, но придется заниматься и монопольными тарифами, и ценой подключения. Ну и есть, конечно, вопрос кредитного плеча. Но, думаю, в нынешних условиях это будет выглядеть как? Мы не очень понимаем, какого уровня будет инфляция. Понятно, что непривычно высокого. И мы не очень понимаем, ключевая ставка Центробанка, она будет ниже инфляции или выше инфляции. Потому что вопрос не в том, насколько высоки проценты. А вопрос в том, как они соотносятся при значительном уровне инфляции с этим темпом. Потому что даже высокий на вид процент может оказаться низким или отрицательным при развитии инфляции. Это трудно предсказуемая ситуация. Но кредитное плечо для малого и среднего бизнеса надо, конечно, формировать. И думаю, что Центральный банк теперь смотрит не только на показатели инфляции, но и на состояние реального сектора довольно трудное состояние. Первыми нашими героями от малого бизнеса стали Игорь Носов и Анастасия Долбня, основатели московского проекта «Энза Флауэрс». Для букетов они используют большое количество тропических цветов и растений, выросших далеко от наших северных широт. У компании довольно большой инстаграм. И если в мирное время два этих фактора звучат как конкурентное преимущество, во время специальной военной операции и санкции как проблема. Что происходит с вашим бизнесом сегодня? Мы продолжаем работать, несмотря на условия, которые сложились. Что изменилось? Семян нету, нету розочек, тюльпанов голландских? На самом деле все есть. То есть нам поставщики до сих пор продолжают все привозить. Проблема была, наверное, в самом начале, вот после 8 марта, у нас чуть-чуть поехали поставки, то есть на неделю, наверное, они прекратились плюс-минус. Но сейчас как бы все наладили, вроде все ок. А все поставляется через третьи страны или прям напрямую вы заказывали? В основном все через Голландию, через Эквадор. У нас просто всегда было такое, что доставлялись цветы не небом, а землей. То есть до Амстердама они летят, до нас они едут. В фурах, в холодильниках и так далее. Поэтому оно так было, есть и будет, в принципе, всегда. И пока дороги не перекрыты, до нас будут доезжать те же цветы, что и раньше. Я знаю, что у нас экспорт порядка 90% из рубежа привозит цветов. А вы можете мне объяснить, почему самые хорошие цветы, те, которые импортируют из Голландии? У нас столько программ по садоводничеству, семена продаются на всех рынках, программа Фазенда выходила более 10 лет. Почему цветов у нас нет своих хороших? Во-первых, у нас очень большой рынок все-таки для цветов. И большую часть мы не сможем производить столько, сколько потребляем. То есть сейчас это все, мне кажется, в очень зачастливом состоянии. Очень небольшое количество ферм, которые могут это делать. Второе, семена все, естественно, они привозные. Как бы тут, как и у всех, наши семена не используются почти. По качеству классные у нас только роза. Да, вот роза классная. Все остальное по качеству, честно, так себе. Оно все очень мелко, недостаточно солнца, недостаточно тепла. И из-за этого цветов получается мелкий и не очень классный. Поэтому все привозится. Что вот у вас по выручке, вот, например, этот март с прошлым мартом, можете сравнить? Да, ну он упал, на самом деле, все равно, наверное, процентов на 15. То есть у нас сильная просадка была четко после 8 марта. И само 8 марта был довольно как-то нестабильным. Потому что никто не знал, там будет вообще такое 8 марта или нет. А цветы-то мы закупаем все заранее. Ну, вообще эмоциональное напряжение очень сильно ощущалось как и от аудитории, так и в целом как бы в команде. И на закупке, на базах, да, на которых мы закупаем у поставщиков, они, конечно, тоже, ну, во-первых, сократили поставки к 8 марта, что вообще впервые, наверное, за то время, сколько мы работаем. То есть они прямо испугались, что действительно не будет спроса. Потому что, ну, ну, в принципе, так и произошло. То есть спрос в любом случае упал. Вот. И такого по 8 марта у нас еще не было. Мы пообщались с Юлией Куклиновой, основательницей кондитерского бутика Куклинова Пестри. Ее компания создает десерты в виде фруктов и другие дизайнерские сладости. Юля, здравствуйте. Мы совершенно очаровались вашими пироженками. Сможете ли вы продолжить их создавать с российскими ингредиентами? Или сейчас стоит какая-то вот проблема перед вашим бизнесом? Изначально, конечно, была паника. Потому что, ну, когда только произошли все события, мы сразу стали по поставщикам. Мы закупили ингредиенты себе порядка на 2-3 месяца. И как бы были спокойны на этот период. Это вы скупили весь сахар, да? Нет, мы сахар не скупали. Кстати, о сахаре мы вообще не думали. Это было там бельгийский шоколад, какао-масло. Ну, кто знал, что там был сахар и бумагу покупать? Ну, как бы промахнулись. Но в целом с шоколадом, с маслом, как бы все, у нас были запасы. Потом они начали пропадать. Но сейчас мы общаемся, собственно говоря, со всеми поставщиками. И говорят, что поставки есть. Что все хорошо, возить будем любыми путями. Мы недавно встречались с представителями бельгийского шоколада. Они говорят, мы возить будем в любом случае. Вопрос как бы цены, но мы над этим работаем. Там не повезем авиасообщением, повезем пешком понесем его. Ну, то есть как бы с поставками проблем нам не обещают. И в принципе уже вот общаемся, и наш шоколад привезут там в середине апреля. То есть как бы и цены не супербольшие. То есть как бы я не вижу какой-то проблемы. Были проблемы с фруктовыми пюрем. И тут даже было, что самое интересное, что российские поставщики давали цены выше. Ну, причем такого посредственного качества ингредиенты давали цены выше, нежели там премиум класс итальянские производители. Сначала была паника, каких-то позиций не было. Они пропадали с рынка на там короткий срок, порядка там 1-2 недель. Но сейчас все восстановилось. Конечно, были спекуляции на рынке из разряда, если там какао-масло, его цена там до этого была там из разряда там 1000 рублей килограмм. А потом они стали продавать их там по 2500, по 3, да. Но это был короткий период, и когда все поставщики опять пополнили свои склады, и это прошло. Сколько у вас работает людей в команде? Вам пришлось кого-то сократить или нанимаете кого-то вообще? В целом у нас отдел продаж, производство, курьерская служба, соответственно, отдел маркетинга. Порядка 30 человек. Ничего, это много достаточно. Сокращать на данный момент мы никого не сокращали. У нас, я говорю, потому что мы, в принципе, на данный момент, я не могу сказать, что у нас есть какие-то просадки по продаже. Мы что март, что апрель идем увеличение среднемесячного плана, да, за счет праздника. То есть говорить о каких-то, но для меня это крайние меры. Мы команду строим очень долго. У меня очень такой щепетильный подход к построению команды, особенно там к топ-менеджменту. Я думаю, что этого не придется. Возможно, придется на некоторое время остановить рост. То есть нашей компании 4 года, ну, прям так, чтобы мы растем. И каждый год мы делаем там где-то x2 к предыдущему году. Вот. Возможно, я не отрицаю этого, что придется вот этот рост чуть-чуть замедлить. Но о том, что мы останемся там на уровне прошлого года, да, то есть или даже чуть выше этого уровня, я не сомневаюсь. Остановиться в развитии – это, конечно, звучит грустно для предпринимателя, но еще хуже звучит закрыться. Именно этого боится Александр Остриков, руководитель студии моушн-дизайна «Ред Медвед». Стало меньше заказов. В целом, опять же, творчество, оно располагает к тому, что если ты профессионал, конечно, тебе не нужно вдохновение, но тут грань такова, что состояние творцов, оно должно быть более-менее равномерным, каким-то стабильным, что ли. И если ты находишься в депрессии, апатии, то профессионализм тебе не особо поможет на самом-то деле. И может как раз выбить землю из-под ног. Для того, чтобы что-то создавать, креативить и чувствовать красоту, нужно, чтобы для этого были все-таки хоть какие-то минимальные условия. Людям не нужно искусство, когда им нечего есть. Государство как-то вам помогает? Вообще, что можно было бы сделать, чтобы бизнесу стало легче? Даже не представляю, каким образом могли бы помочь бизнесу, не знаю, раздавать антидепрессанты или изобрести машину времени и все это отменить чертям. Что с оборудованием? Насколько я понимаю, сейчас будут проблемы с комплектующими, такими как видеокартами и многим другим? С оборудованием, конечно, сейчас беда будет. Я думаю, что будут обходы, но... Но это, скорее всего, в том числе не понадобится, потому что тот же рынок, он будет склопываться и... Ну, в общем, я не представляю, как можно было бы в этом поучаствовать государству и какие условия создать для того, чтобы можно было работать. По поводу ценообразования, да, оно должно, очевидно, подняться. У нас, по крайней мере, потому что дело даже не в оборудовании, которое все еще есть, если оно выйдет из строя, нечем будет заменить дело. По большей части в том, что, не знаю, очень непонятная, нестабильная ситуация. Доллар провалится, мы заключим договор на несколько месяцев и когда будем, условно, доделывать проект, то поймем, что все это уже идет точно в убыток и нужно просто доделывать и так далее. Как говорит Александр Раузан, в низкоконкурентной экономике цены достаточно легко идут вверх и очень тяжело вниз. При скачке курса доллара стоимость всех товаров и услуг в России подскочила, но курс стабилизировался. Вернутся ли цены обратно? Это вряд ли. То есть оптовые, скорее всего, упадут, а вот розничные нет. А это происходит из человеческой жадности, потому что предприниматели не хотят опускать цены обратно или они перестраховываются, они не знают, что будет. Вот почему в рознице цены не падают, хотя курс мы увидели, что упал? Вы знаете, в национальной экономической теории есть две предпосылки по поводу человека. Это ограниченная рациональность и оппортунистическое поведение. Говоря человеческим языком, люди не очень умные и не очень честные. Это нормально в любой экономике. Просто либо конкуренция заставляет вас унижать розничные цены, если рынок сильно конкурентный, и это рынок покупателя, где продавцов много, а покупатель не так расположен платить деньги, потому что у него падают доходы из-за инфляции, ему приходится залезать в сбережения и так далее. Либо конкуренция низкая, а в России низкий уровень конкуренции. Низкоконкурентная экономика, наложенная на естественное для человека желание получить доходы и, как бы сказать, не очень следовать правилам, она дает такой для нас эффект. Это экономика. Стоит ли сегодня вообще обращать внимание на курс доллара по отношению к рублю? Он так скачет, что это вообще значит сегодня? Доллар остается ключевой мировой валютой, и несмотря на валютные ограничения, для нас все равно важно хотя бы как база сравнения, что происходит. Другое дело, что этот рынок очень хорошо управляем для Центрального банка, и, по-моему, Центральный банк как раз показывает, что он может двигать курс в ту сторону, в другую сторону, и это будет определяться либо разными группами интересов, либо разными целями политики, которые ставятся и принимаются правительством и Центральным банком. Вот такой совсем простой вопрос для обывателя. Я слышал мнение экспертов, что если захочет, Центрбанк может вообще стоимость рубля опустить до 60, искусственными какими-то. А почему он так не сделает? Потому что это зарежет экспорт. Потому что чем тяжелее национальная валюта, тем больше издержки внутри страны, тем менее конкурентоспособен российский товар на внешних рынках. Поэтому, извините, это всегда борьба. В экономике нет таких вот вещей, которые были бы абсолютно хороши или абсолютно плохи. Это кому-то хорошо, а кому-то плохо. Импортер хочет тяжелого рубля, потому что он привозит в нашу страну товар, за который хотел бы получить больше в признаваемой валюте, в мировой валюте. А экспортер хочет дешевого рубля, а не дорогого. Он и на 40 рублей согласился бы. Не форцы. У Алисы Макаровой, создателя агентства по маркетингу в соцмедиа, дела идут неплохо. Многие бы даже сказали, что лучше, чем было. Единственное, приходится многое менять в своей работе. Кем вы занимаетесь последние полтора месяца? Вот сразу мы начинаем с таких неприятных вопросов. Последние полтора месяца я каждый день адаптируюсь. Каждый день. Не было ни одного дня, чтобы я его провела в максимально расслабленном состоянии, балдела и понимала, что у меня есть отлаженная автоматизированная система, которая позволяет мне, ну, так скажем, проживать эти дни спокойно. Ну, то есть я в стрессе. Ну, мы работаем, но работаем в стрессе. Где сейчас основной канал для создания личных брендов? Это наши какие-то альтернативные социальные сети российские? Да, да. В основном, конечно, фокус сломания людей после блокировки агрессивной соцсети на букву «И». В общем, весь фокус перенесся на Телеграм и ВКонтакте, и все зависит, на самом деле, от того, что из себя представляет сам человек. То есть, например, маме в декрете, которая там немного подвыпекала тортики и, в принципе, имела достаточно лояльную аудиторию, будет сложно в Телеграме адаптироваться под форматы, да, которые есть, и инструментарии внутри Телеграма. Как правило, они уходят ВКонтакте. Если это какой-то твердый классный эксперт, допустим, по инвестициям, он вполне себя комфортно будет чувствовать в Телеграме, там для него есть абсолютно все. И вот аудитория, как правило, сейчас, исходя из своих компетенций, она вот разбрелась, кто ВКонтакте, но даже те, кто ушли туда, страдают и жалуются, что это просто невозможно, потому что все висит, тормозит и так далее. Остальные, кто мог, адаптировались под Телеграм. В принципе, все. Вот это две основные ветки, которые сформировались. Что у вас с клиентами вообще спрос на услуги такого рода сейчас есть? Потому что, ну, последние несколько лет был суперспрос на создание личного бренда. У нас появились в стране плеяды медийных хирургов, медийных мамочек, медийных кого угодно. Все стали лицом своей индустрии. Что сегодня? Все стали блогерами. Да. Ну, я в этой теме 8 лет, поэтому я вот из тех мамонтов, кто вообще застал, когда появился блогинг в Инстаграме, я из тех, кто застал, когда появилась новая модная профессия инфопродюсер. Вот я на все это смотрю много лет со стороны. Ну, что могу сказать? Я не потеряла ни одного клиента, вообще ни одного, хотя были обосения, то есть за счет все-таки, наверное, какой-то авторитетности и стабильности в работе все остались. И даже появился спрос. То есть я объясню, в чем как бы главный прикол ДЭС. Продвигаться в Инстаграме было достаточно просто. Вы же правильно говорите? Очень какая-нибудь харизматичная. Мама в декрете, печет клевые торты, показывает через день ребенка, аудитория балдеет, в принципе, ничего не нужно. То есть я всегда говорю, что для того, чтобы продать в Инстаграме, надо просто нормально говорить, вот просто нормально разговаривать. Чтобы продавать в Телеграме или ВКонтакте, надо поработать. И сейчас все, кто привыкли работать легко, но находятся в таком легком треморе и напряжении, потому что работать сейчас надо дохрена... Ой, я не знаю, можно говорить? Извините, можно дохрена говорить? Короче, надо работать очень много, очень много, очень. А те, кто не готовы или не понимают, что делать, они вот приходят таким, как я, и говорят, спасите. Поэтому конкретно у меня спада в клиентах нет, есть заявки, вот как раз-таки с формулировками, что делать в этом вашем Телеграме, ничего не понятно, помогите. У вас команда людей, с которыми вы работаете? Да, 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 конечно. Что, пришлось ли подсократить кого-то? Нет, вообще никого, нет. Мы никого не сокращали, ну и тем более полностью сохранили заработную плату. Мне кажется, что вот это то самое время, конечно, сложно, ну сейчас кидать фразы формата того, что мне нравится, что происходит. Но вот я говорю, я как человек, который прям мамонт, вот из тех, кто, да, еще в 2014 году в ВКонтакте писал «Дуров верни стену». Вот я вот из этих людей, которые еще тогда продвигал, еще проводил там первые семинары по продвижению в соцсетях. Мне кажется, что сейчас происходит, ну просто потрясающая чистка. Я же говорю, те люди, которые привыкли легко работать, они сейчас рынка продвижения, создания личного бренда просто отвалятся, потому что, ну, нет навыка, нет просто знаний и нет готовности менять формат работы, потому что механизм привычный. Вот те, кто привыкли прогревать, они всю эту хреноту принесли в Телеграм, а она там не работает. Люди просто начинают отписываться, блогеры психуют, не понимают, что происходит, организовывают гифт, там все вообще в шоке. Ну, это история просто, ну, наверное, такого интеллекта, да, интеллекта и готовности как-то комфортно встраиваться в нынешние реалии. Как описываешь, как будто люди с этого, с черкизовского рынка приехали в ЦУМ. Сто, вот, это метафор на миллион, так и есть, абсолютно. Следующая наша героиня, Катерина Носова, создательница броши из Иркутской области. Девушка живет в Сибири, но поставляет свои украшения по всему миру. Я зашел на ваш инстаграм-аккаунт, там очень красивые броши, как вам вообще пришла эта идея? Добрый день. Ну, наверное, все такие работы из хедмейт-индустрии, они все связаны, наверное, с декретом. Вот, собственно говоря, с тех времен я не останавливаюсь, прогрессирую и по максимуму стою на, так скажем, рынок. Не только России, но и за рубежом. Вы продаете брошки, даже за рубеж отправляете? Да. За рубежом, кстати, в Америке, в Европе очень фанатично относятся каким видом, пивцам, актрисам, в общем, заказывают очень часто. Сейчас вы столкнулись с какими-то трудностями в поставках фурнитуры? Вся фурнитура идет в Чехию, либо Японию. Лишь что я не столкнулась, единственное, как и на всем рынке, это повышение цен. То есть сначала это вообще просто были какие-то безумные цены. Сейчас стало как-то по размеру, но тем не менее, около 30% плюсом есть. До закрытия границ также хэдмейд-продукция была выставлена на зарубежных сайтах. Это самая большая площадка, называется Эйси. То есть там выставляется хэдмейд-продукт и винтажный продукт. И вот если за винтажом это больше продукции, наверное, идет с Америки, то хэдмейд-продукция это все-таки за Россией, потому что российского хэдмейда там очень много. Можно сказать, что наша страна она в хэдмейде передовая? То есть это целая индустрия, которая появляется вот из, ну, маму в декрете, получается так. Если это целая ниша. Это для нас, это такая, так скажем, работа для мам в декрете либо при пенсионной. Но на самом деле это целый бизнес. Вы наверняка следите. Это чисто наша российская история, множество таких уникальных дизайнеров, небольших вот хэдмейд-производителей или вот в Европе, Америке это тоже развито? Это развито везде, но я думаю, что все-таки лидер в этой категории это все-таки Россия, потому что, видимо, пережитки прошлых времен, когда нам было еще сложно что-то купить, и на моем опыте, когда мама из одной отцовской куртки умудряла шить три куртки на ребенка и что-то там еще сделать, поэтому, вот, видимо, не стоит открещиваться от этих тяжелых времен, и они в нас воспитали ту самую приспособленность и развили вот в нас такой талант. Яна Веркиев, сооснователь компании LikeLodka, ищет старые лодки на Бали и делает из них мебель для России, в основном для Москвы. 50% поставок приходится именно на нее, но сейчас его бизнес находится в довольно шатком положении. Ситуация у нас сейчас полностью нестабильная, потому что у нас 100% импорт, то есть мы частично делаем предметы в Индонезии, частично у нас мы везем корабельную древесину в Россию и производим уже здесь на местном производстве. Собственно, сейчас возникли проблемы с оплатами за границу, сейчас возникла проблема с логистикой, то есть контейнеры на Россию, они фактически не принимаются транспортными компаниями, у нас вышел один контейнер до начала специальной военной операции и он сейчас находится в пути, вроде бы как он должен приехать без проблем, но уже все последующие грузы не выезжают. Так что влияние в этом плане негативное на долгосрочную, потому что как дальше быть мы пока что не придумали, в наличии есть у нас еще запасы на какое-то время. Касаемо именно продаж вот с момента начала известных действий этих, у нас собственно рекорд мы установили такой локальный и собственно связываем это с тем, что многие люди у нас большая аудитория, которая за нами давно следит, и люди вот кто-то мечтал что-то купить, кто-то откладывал, кто-то думал может быть попозже, но сейчас все поняли, что вот сейчас то самое время, когда нужно это сделать, и они пришли к нам. У нас сейчас загрузка нашего производства здесь в России 200% наверное, то есть у нас есть товары, которые у нас уже готовы, они приходят из Индонезии готовы, и есть материал здесь на индивидуальное изготовление. Вот собственно индивидуальное изготовление сейчас мы забиты на ближайшие два с половиной месяца, вот собственно динамика в этом плане хорошая. Цены из-за этого выросли, из-за того, что теперь, как я понимаю, вам приходится через какие-то третьи страны доставлять сырье, готовую продукцию? Пока что цены у нас выросли только из-за курса доллара, то есть у нас все оплаты они все за доллары, вот, и когда был вот этот вот момент, что доллар доходил до каких-то там 110, то да, мы в соответствии с этим подняли цены, но опять же, мы все эти годы старались не повышать цену, то есть у нас рос оборот и за счет этого нам удавалось сохранять эти цены, несмотря на то, что вот все игроки рынка за это время подорожали там в двое или больше, но тем не менее есть какой-то предел, когда нужно уже цены повысить. Так что да, цены повысились, за последние вообще два года стоя ставка фракта выросла на нашем управлении без преувеличения в шесть раз, это напрямую сказано, потому что это огромные суммы для нас, по новым каким-то вот этим серым схемам, когда вот там что-то в Турцию, потом Грузию. Почему серым? Как это? Параллельный импорт это называется вроде бы? Это называется параллельный импорт, да, вот просто когда у тебя транспортная компания, ты говоришь, я хочу отправить груз в Санкт-Петербург, тебе говорят, нет, в Санкт-Петербург отправить нельзя, а ты говоришь, а мне в Турцию, тогда они говорят, ну ладно, окей, давайте в Турцию, вот, ну то есть ты по сути, ну это легально, конечно же, вот, но тем не менее, сколько все это будет стоить, и пересечение получается трех государственных границ, вот, это все в логистике все чревато, что где-то кто-то кому-то что-то может не понравится, поэтому пока что с опаской смотрим на такой смысл. В 20-е годы хендмейд работы стали особенно цениться преимущественно среди тех, кого уже сложно удивить подарками из обычных магазинов. Юлия Цилкова из Мурманска, например, расшивает варежки, и они у нее отлично продавались до недавнего времени. Возвращают в какой-то деревеньке, к бабушке, может быть, вот, и люди это любят. Насколько я понимаю, вы одна производите все, вышиваете? Нет? У вас команда? Мы работаем с мужем вдвоем, вот, и у меня еще есть две помощницы, которые вяжут основы. То есть, вышиваем мы вдвоем, а вяжут у меня вот две помощницы. У Андраника Горева, сооснователя «Практика кофе», в Москве в его сети кофеин людей работает побольше. Настроение у него пока что довольно позитивное. Достаточно крупный объем зерна у нас, конкретно у нас он есть в Москве, в России, вот, но в целом с этим, да, есть проблема. Мы используем топовое оборудование, сейчас с этим появились небольшие проблемы, да, это стало сильно дороже, это нельзя купить, но мы ищем аналоги, то есть мы обращаемся к отечественным производителям, у нас есть уже производства, которые делают очень конкурентные кофемашины, профессиональные. и вот, допустим, в новой кофейне мы будем уже работать с ярославской компанией Гуфа, будем тестить. Пришлось ли вам увольнять кого-то, как-то бизнес оптимизировать, решения принимать какие-то? Мы никого не увольняли, то есть даже наоборот, да, у нас сейчас открывается еще одна кофейня, мы наоборот набираем штат. Сокращение расходов мы просто систематически проводим и каких-то специальных решений мы не принимали, то есть мы цены не повышали у нас в кофейнях, мы остались верны своей, так сказать, концепции, качества за доступные деньги, пока что мы придерживаемся этого. Какие-то, может быть, минимальные там издержки мы несем в связи с повышением цен на ряд товаров, но в целом все остается так же. Не форцы. Что происходит у вас со спросом? Борис Зарьков, ресторатор, например, говорил, что люди будут ходить в рестораны заедать стресс. По этой логике у вас, наверное, должен был просто бум какой-то случиться, потому что стресс любят заедать всякими пироженками, булочками, тортиками. Или нет? Или люди экономить стали? Спрос упал, но упал порядка 30% от продаж наших обычных, но у нас как бы 8 марта и Пасха сейчас, март и апрель, да, то есть мы... Женщины и православные, целевая аудитория сейчас. Ну да, то есть у нас Пасха это Новый год, то есть мы делаем там X-3 к плану нашему обычному, поэтому мы готовимся, у нас работы очень много, но что касается вот каждодневных заказов, да, спрос упал, как я уже сказала, но я это связываю не со спрос, ну там не с тем, что люди стали меньше есть или меньше покупать, просто у нас отвалилась реклама в Инстаграме, а там это был основной трафик, куда мы, ну откуда мы привлекали новых клиентов. А для вас это вообще большой удар, то, что вот Инстаграм, ну запрещенная экстремистская организация в РФ, я должен сказать. Сильно ли вам это ударило, потому что очень много частного бизнеса, малого в Инстаграме? Когда отключилось, он отключился, отключили Инстаграм в мой день рождения, это был такой подарок, мне кажется, и, не знаю, толчок на будущий год, но в целом, на самом деле, сейчас-то он работает, упали охваты, но отсутствует таргетированная реклама. Ну, знаете, раньше мы работали по такой накатанной, то есть мы росли за счет Инстаграма, все было хорошо, когда там вроде были мысли о том, что давайте диверсифицируем, давайте там пойдем на другие площадки, давайте будем пробовать еще где-то продвигаться, то есть все силы все равно были вложены именно в Инстаграм, да, и сейчас, мне кажется, это такой хороший толчок, чтобы попробовать что-то новое. Без рекламы плохо, да, однозначно плохо без рекламы, потому что у нас, например, такой сегмент, который лучше всего продается в Инстаграме, а так, если обсуждать именно рекламу, она очень сильно повлияла на нас, и это единственное, с чем мы сейчас работаем, и бросаем все-все-все силы, чтобы перейти на какие-то другие площадки, вести трафик откуда-то еще. Какая, по вашему мнению, соцсеть сейчас альтернатива более-менее? Соцсети я пока что не вижу, то есть, ну, мы пробуем вести через Яндекс.Директ рекламу, да, то есть по поисковой строке ВКонтакт, ну, я не верю в него как заменитель Инстаграма, вот вообще не верю, то есть те люди, которые любили Инстаграм и им пользуются, они продолжают им пользоваться, они купили VPN и наслаждаются жизнью, да, то есть, как бы, то, что я не верю, что люди, которые подписчики были в Инстаграме, вдруг пойдут и сядут ВКонтакт, я сама подхожу к менеджерам и говорю, а где тут сторис посмотреть, а где тут, пожалуйста, скажите мне, я не могу найти, где мне там сообщение в директе найти, то есть я как пользователь Инстаграма, мне до сих пор это дико, несмотря на то, что по работе приходится туда идти, но я верю в то, что там есть своя аудитория, то есть я смотрю, многие бренды там набирали огромное количество подписчиков, очень успешно продавали, в принципе, там есть очень удобный интерфейс, другое дело, что надо к этому привыкнуть, надо понять, как там это продвигается, Телеграм, мы его завели, как и все, все пошли, я пошел, но сейчас я не вижу, опять же, там варианта, как продавать, много, да, то есть как это было в Инстаграме, через сторисы, через прогревы, через всю эту историю, но Телеграм, я сейчас использую именно как построение своего, ну, личного бренда, завела как свою страницу, давно меня на это сподвигали и просили, вот, я решила, что, наверное, это знак. Можете сказать, как вот изменился спрос на ваши брошки с начала, там, с конца февраля, потому что это все-таки элемент такого декора, не самая необходимая вещь, но очень красивая, как изменился спрос? Безусловно, спрос упал, ну, я думаю, здесь несколько таких моментов, которые надо разобрать. Во-первых, это у людей есть такое отрицание праздника, то есть то, чем занимаюсь я, это украшение, это больше для души, это потребность не первой важности, поэтому, как бы люди сторонятся немного вот этих покупок. Потом, естественно, нестабильная финансовая сторона, то есть потерялся баланс, у людей, никто не знает, как будет завтра повернута ситуация с финансами, поэтому немного придерживают коней в плане лишних покупок. И, конечно же, это блокировка Инстаграма, да, потому что охваты упали, то есть Инстаграм стал очень чувствительный к охватам, к алгоритмам, так как моя категория, она не совсем молода, не совсем хваткая по поводу даже этих новшеств, VPN-ов, это больше категория 30+, то есть это люди уже без азарта к социальным сетям, то есть это все спокойно, как бы нет и нет, то, да, магазины, которые продают свой товар людям категории 30+, они, наверное, это ощутили больше. Валдберес является ли для вас инструментом для продажи успешным, или Алиэкспресс? Валдберес не является площадкой, где можно продавать продукты моей сложности, потому что, если, допустим, мастера делают что-то стабильное, допустим, где, к примеру, 30 позиций, я не знаю, фурнитуры, то есть можно сложить такую же из 100 штук и продать и в общем. То есть у Валдбереса есть отдельная категория, надо, чтобы каждый продукт соответствовал вот второму, третьему количестве. Именно моего продукта это не касается, потому что даже две одинаковые броши я не сделаю. То есть получается вы вообще в тяжелом таком положении? Я бы не сказала, что я в тяжелом положении, только потому что так как я вышла на зарубежный рынок еще до этого всего, то есть у меня есть подписчики, у меня есть покупатели, из-за границы. Единственное, что доставка, естественно, она делает свои сложности, потому что надо искать стран-посредников, чтобы перенаправить посылку из России, допустим, в Европу. Сейчас Инстаграм это ваш основной канал продаж? Или нет? Да. Да. Что сейчас вообще происходит с вашим ремеслом? Да все так же, я работаю, то есть когда сейчас это апрель, да, а в марте, когда стали стремительно развиваться эти события, запрет на эти соцсети, да, Инстаграм, Фейсбук, там, с переводами трудностей, у меня какое-то время не было заказов, это было, ну, на самом деле, я очень волновалась, потому что такого не было, вот я пять лет этим занимаюсь, именно варежками, и у меня обычно спад где-то к маю, там уже резкий спад, вот лето, и до августа у меня так уже вяло все это, то есть я работаю, делаю какие-то заказы, и делаю много про запас, то, что можно продать будет потом зимой, к сезону, а в этот раз, конечно, когда спад резки начался в марте, ну, это было очень волнительно, вот, но сейчас постепенно все, ну, так, более-менее приходит в свое русло, заказы возвращаются, заказчики, покупатели, ну, потихонечку возвращаются. Вы пробовали какие-нибудь новые каналы продвижения вашего бренда в других социальных сетях? Я пробовала, у меня параллельно с Инстаграмом всегда идет контакт, ну, там моя, как бы, личная страничка, на которой я выкладываю, ну, репост делаю, вот, потом Фейсбук немножко, Пинтерест, вот сейчас, когда это все началось, посоветовали еще Веро, ну, это все грустно, конечно, по сравнению с тем, что сейчас у меня нормальная аудитория в Инстаграме, у меня там больше 30 тысяч подписчиков, и как бы идти в Веро, где у меня 30 подписчиков, это, конечно, очень грустно. Я хочу пробовать сезону китайский Инстаграм. Ну, импорт-замещение, это, наверное, не про вас, да, то есть пойти, найти какое-нибудь раздолбанное судно где-нибудь в Каспийском море или, я не знаю, у берегов Геленджика, это совсем, наверное, будет не та мебель, да? Здесь, вот почему оно невозможно, так это потому, что у нас уже давно мы делаем из лодок, которые, они лодки-долбленки, то есть выкладаны из стельного бревна, вот, и материал тика и махогани, они из-за того, что вот износостойкие и логостойкие, они вот спустя там 20-30 лет использование вот внутри абсолютно целые, то есть не загнившие ничего. Русские лодки, российские, они делаются из других материалов, это там лиственница, осинная, что-то такое, и, собственно, их перестали делать уже давным-давно, а те, что были, они уже давно сгнили, то есть мы ездили, нас постоянно в этом упрекали, что из наших раз ли нельзя делать лодок, их очень сложно найти, мы вот за все эти 8 лет нашли две, вот, и, собственно, сделали из них вот такую суперограниченную линейку из российских лодок-стеллажей, вот, они пользовались большой популярностью. У них нет совсем никакого окраса, и это очень характерно для русских лодок, не то, что у индонезийцев. Но полностью что-то вот сделали такое, много сейчас предложений, что-то давай, мы здесь сейчас тут вот постучали, тут вот что-то покрасили, там, побили, давайте все делать, все, но для нас это, нам это неинтересно, то есть мы хотим делать настоящее, вот, этот материал заменить невозможно. С тем, что инстаграм признан экстремистской организацией в России, возникли ли у вас сложности с продажами, с продвижением, насколько я понимаю, это один из главных ваших каналов продаж? У нас вот реклама, которую мы делали таргетированную, то есть она не то, чтобы основная, основная она была единственная, был инстаграм и фейсбук, и в какое-то время мы отказались от фейсбука и перешли только на инстаграм, и мы, конечно, очень обрадовались этой новостью, что у нас теперь реклама больше недоступна, и чтобы люди видели наш контент, надо через VPN заходить и бояться, можно заходить, нельзя, постить, нам можно, нельзя, что творить, а что нет, вот, и, по сути, вот на этот месяц, когда произошло вот это признание экстремистской организации, мы полностью отключили рекламу, она, вернее, сама полностью отключилась, вот, и мы сидим в ожидании и думаем, что делать дальше, что, с какими российскими платформами, как и дальше, потому что до этого все наши тесты привозили к тому, что инстаграм это номер один, вот, и здесь, несмотря на то, что мы этот месяц полностью отключили рекламу, мы вот сделали этот локальный репорт по выручке, но это, собственно, связано с некой истерией на рынке, когда люди скупают, то есть, ну, не то, чтобы скупать, мебель, мебель, злода, прям, не кинулись, скупать, но те, кто хотел ее добро купить, они пришли. Те, кто сомневались, решились, это понятно. А пробовали, Яндекс Директ и другие сервисы, вот уже за этот месяц что-нибудь, Мы эти сервисы пробовали еще много лет назад и из-за того, что у нас специфический продукт, то есть, никто не ищет стеллаж из лодки купить в поиске, вот, или там, или если ищет зеркало круглое, заходит на наше зеркало, а оно у нас там стоит, например, 30 тысяч, и люди не разбираются, что это, как, откуда, они просто видят 30 и выходят. И мы поняли, что этот канал для нас не очень, не очень. То есть, вам нужен именно канал, который продает вот историю с красивым визуалом, с удобным поиском, а такого, по сути, нету, да? Вконтакте тоже не подходит, наверное. Ментальная специфика даже людей нашей, вот, нашей возрастной категории, а это где-то вот от 25 до 29, вот, оно разное, вот, из Фейсбука, Инстаграма и Вконтакте. И наши тесты, которые мы там делали, ну, собственно, там было, аудитория была менее релевантная, так скажем, и более дорогая. Собственно, нам, как небольшой компании, вот, тратить на что-то сомнительное не хотелось. Мне кажется, ваша аудитория, она, в принципе, охваты не упали, да? Это, наверное, люди, которые, ну, скачивают VPN и пользуются всеми сервисами. Когда идет реклама, то охватывается огромное количество потенциально заинтересованных людей, а сейчас, даже если люди заходят через VPN, ты им не сможешь показать свою рекламу, потому что они заходят, типа, из Англии или Китании, то есть этот канал, для нас, он остается чисто имиджевым, когда мы там что-то транслируем, продолжаем свое, а те, кто уже есть, на приток новой аудитории, там мы не рассчитываем. Где ее брать, новую аудиторию, теперь, вот где? Ну, вот есть три, так скажем, топ-3, которые сейчас все пробуют, это ВКонтакте, это Телеграм и Яндекс.Ден, вот, и мы смотрим сейчас в ту сторону, пока никаких активных шагов не предпринимаем, но темно, у нас была жевать страница ВКонтакте, сейчас ей будет больше внимания, как в Телеграм, именно с нами, с нашей спецификой, здесь пока не очень ясно, с Яндекс.Деном, они нам сами пишут, что, давайте, все, нам нужны райтеры, ваш контент, будем вас там ранжировать, вот, все, это тоже может быть интерес, потому что мы рассказываем свою историю и тому, кому она нравится, человек начинает за нами следить, так что здесь потенциал есть, как это будет все в реальности, пока что. Меры поддержки, есть ли какие-то в вашей нише, как-то вам помогают, меры поддержки от правительства, может быть? Да, ну, нет, конечно, я, конечно, очень ржала, когда узнала, что у нас есть, оказывается, совет блокеров при правительстве Российской Федерации, который собирался и собирал петицию о том, что огромное количество... Это не подземелье чикенкарри, нет? Да, 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 да. Понятно. Ну, собирали петицию, ее подписывали, говорили, там прям были пункты, например, там являетесь вы, допустим, самозанятым, или у вас завязано, допустим, ИП, как юрлицо на Инстаграме, там было огромное количество ответов, но дальше заполнение анкеты ничего не сдвинулось. Я думаю так, что Инстаграм не разблокируют, я думаю, что соцсеть где-то в течение полугода прям будет уходить на спад, и там останется на самом деле только самая такая тру лояльная аудитория, с которой можно прям выстраивать нормальные отношения, но без этого вот упоротого инфо-цыганства, вот типа купи-купи, загадай желание, запусти шарик и так далее. А куда все денутся эти люди, которые хотят загадать желание, купить шарик? Они в контакт пошли, да, они уже там загадывают желание, там делают репосты, вот перепостите там котенка, он принесет удачу, это уже все там началось. Слушай, а вот давай представим, по полочкам разложим, для кого какая социальная сеть сейчас будет лучше работать? Насколько я понимаю, если у вас какая-то такая совсем массовая история на бюджетную аудиторию, это ВКонтакте? Да, все верно, да. Если это более какой-то высокий ценовой сегмент аудитории, твердый эксперт, это Телеграм. В Телеграме очень просто продавать, если ты, ну, что-то из себя представляешь. Вот я прямо так скажу. Если у тебя есть история, есть кейсы, есть клиенты, все, если ты уже, ну, так скажем, ну, нормальный эксперт, если ты, вот, типа, решил что-то, вот, типа, я очень классно вышла замуж и решила эту историю рассказать другим женщинам, чтобы их вдохновить. Ну, вот с этой, вот с этой штукой надо идти, конечно, ВКонтакте. А вот такие платформы, как Япи, Рутюб, Росграм, да? Вы знаете, Росграм, это вот, сделав другое, стыдно мне. Вот я как с этим столкнулась. Прям не могу избавиться вот от этого наследия однокурсника Павла Дурова, но, я не знаю, мне кажется, вот это просто, ну, как бы, вот жопа жоп, вот прям жопграм, можно это назвать. А вот это нехороший нейминг. Да, да, я бы на самом деле, вот, чтобы, можно, чтобы сделать так, чтобы рассмотрели. Короче, Росграм, вот это Ярус, вот это вот вся Япи, это все, вот говно на лопате, которое, такие соцсети, они появлялись еще до всей этой истории сблокировки. Я их называю такие соцсети-однодневки. Просто сейчас у них появился, ну, такой, типа, иллюзорный шанс зацепиться. Но надо понимать одно, что, когда ты создаешь подобие, как в случае Росграма, ты не создаешь новое, что ты можешь предложить людям. Почему выстрелил ТикТок, да, то есть к нему можно по-разному относиться, но это был совершенно новый формат, совершенно новой социальной сети. И это новое предложение сразу вовлекло людей и завоевало, как бы, свою большую аудиторию. Вот все, что мы сейчас перечислили, это все однодневки, просто сделанные по подобию других соцсетей. Какие у вас планы вообще? Ну, мы сейчас вот срезаем косты разные, которые есть, то есть мы съехали в новое помещение, мы, у нас, так как это все-таки сезонный бизнес, то есть у нас сейчас заканчивается сезон, и у нас часть сезонных сотрудников, она как бы ушла. Вот. Это нам сейчас тоже помогает из-за того, что мы там срезаем какие-то стоимости. По рекламе вообще абсолютно непонятно, потому что Инстаграм, ну, как бы, он давал нам больше участия аудитории, и мы тестировали другие площадки, они все дороже, там, в 4, в 5, в 6, в 7 раз. И как привлекать сейчас новых клиентов, абсолютно непонятно. Ну, видимо, выходить на те площадки и ждать очень медленного роста. А что пробовали? Яндекс.Директ? Мы пробовали Яндекс.Директ, ВКонтакте, МайТаргет, вот до Гугла только тогда не дошли, вот. И так вот прям действительно все в 5-6 раз дороже, чем Инстаграм. В любом случае, сейчас у нас нету никакой рекламы, то есть нету, соответственно, привлечения новой аудитории, но старая пока что остается с нами и продолжает заказывать цветочки. Ну да, я понимаю, что таргетинг не работает, но вот охваты у вас упали или нет? У меня ощущение, что все сидят с VPN. Ну вот, в Инсте, на самом деле, это сейчас не очень сильно заметно, но по чуть-чуть, по чуть-чуть она начинает отваливаться, то есть примерно, мне кажется, там процентов 5 каждую неделю по чуть-чуть, но отваливаются. То есть все-таки, мне кажется, становится лень людям заходить с VPN. У нас есть тоже знакомые, которые такие, блин, я запарился, типа, я там не буду. Но все равно вот эта вот жажда посидеть ВКонтакте, мне кажется, в Инстаграме, она вот до сих пор, и она будет еще очень долго. Можешь как-то вот сказать, как упал спрос или наоборот, люди стали пить больше кофе, чтобы там больше работать, больше быть активными? Сейчас весна, это как из года в год закономерное время кофеян. То есть весной в целом спрос начинает увеличиваться. Мы заметили небольшой спад в конце февраля, буквально на неделю, мне кажется, связанный с тем, что люди немножко потерялись, но сейчас спрос увеличивается закономерно. Можете про логистику более подробно рассказать, как сейчас кофе ввозится в Россию и как это ввозилось ранее? В деталях мне очень, конечно, сложно объяснить, я все-таки не импортер, но если так, грубо говоря, то есть странные производители кофе, это достаточно ограниченный список такой условно, допустим, на нашем примере, это Бразилия, привозили, я так понимаю, все-таки по воде кофе к нам в Россию, сейчас просто с этим есть проблема, потому что, я так понимаю, не пускают просто в портах, просто не проходят товар, и вот прямо сейчас ищут новые способы, как это делать, то есть сейчас самое обсуждаемое это кофе из Азии. Кофе из Азии, он вот чем так радикально отличается от бразильского, африканского кофе? Только, скажем так, базовыми характеристиками именно вкуса, да, то есть это все всегда на любителя, любой регион выделяется своим вкусом, именно особенностями вкуса. У Азии он немножко другой, у нас уже на рынке есть кофе из Азии, из Китая, возможно, даже многие его уже пили, и это был классный кофе, необычный абсолютно. Многие, если не написать, наверное, на том, что ты из Китая, многие не поймут, поэтому это будет достаточно интересный, вкусовый опыт, это точно. Спрос, да, довольно сильно изменился, ну, как бы произошла некая отмена, то есть мы работали с Западом, мы мечтали о том, чтобы работать с крупными компаниями, нам было что предложить, сейчас это все закрылось, то есть момент негатива просто даже западных компаний, невозможность получать оттуда деньги, но, блин, по поводу оплаты, это другой момент, самое главное, что просто никто не хочет работать и, похоже, хотеть не будут. Внутри точно так же люди, у которых были какие-то задачи, проекты, идеи, они тоже все встали в момент оцепенения, что не стоит это реализовывать, не стоит это делать, нужно подождать, нужно посмотреть и самое главное нужно экономить. И экономить сейчас, похоже, начинают все, по крайней мере, то, что я наблюдаю. Проектов стало прям, ну, минимально. Вот. И самое, самое скверное, что если бы это был какой-то короткий период, то можно было бы переждать, как это было в коронавирус. Были снижены даже не зарплаты, а люди перешли на трехдневку, мы так немного законсервировались, примерно на полгода, потому что нужно было этот момент переждать, понять, что будет какая-то ясность. сейчас такое ощущение, что это не закончится в ближайшее время. Будете как-то оптимизировать расходы? Да, у нас уже произошел момент сокращения, это, скорее всего, будет происходить дальше, вот, и в целом, не знаю, нужна какая-то, какое-то понимание вообще, когда это все закончится, потому что, ну, такое ощущение, что вообще, похоже, придется закрыть бизнес. перейти в состояние наличия ИП, делать какие-то проекты, избавиться от офиса, переходить на сдельщину, всеми силами стараться дать работу ребятам, сотрудникам проекта, но те же деньги и тот же стаб-фонд, он, разумеется, заканчивается, и вот. Я ощущаю свою ответственность перед ребятами, которые со мной работают, и понимаю, что в данной ситуации все могут остаться не просто без работы, а могут остаться прям по-настоящему голодными, и так не должно быть. Я читал ваши посты в Инстаграме о том, что вы остро переживаете события, но когда такой небольшой бизнес, очень ведь легко сдаться, как вы себя мотивируете что-то продолжать делать? Потому что, когда ты работаешь в компании, тут множество людей, а вот я прекрасно понимаю, что когда это твое дело, очень легко просто уйти в депрессию, никто тебе не начальник, и сложно из этого выйти. Я вообще не очень депрессивный человек, это, наверное, меня спасает и очень работоспособный. Вот. И я, конечно, была на грани такой, ну, знаете, не то, что депрессия, было уныние такое, ну, потому что, действительно, все это резко случилось, и, ну, я не ожидала, скажем так, но от такого, от депрессии спасают, наверное, подписчики, которые пишут, что, там, Юля, мы тут, мы просто вот не можем, без твоих варежек, мы их ждем каждое утро, чтобы вот посмотреть, что иметь новый пост какой-то. Ну, и покупатели, они прям очень много мне добрых отзывов прислали, особенно добрых, вот в этот период, и я поняла, что просто, ну, не имею права заниматься чем-то другим. Я попыталась, у меня знакомые предлагали какие-то, какую-то работу хотя бы на время, говорили, что у них там-сям есть вакансии. Ну, я инженер-механик по образованию, вообще, ну, уже 10 лет не работаю по специальности, вот, и я в какое-то время думала, что да, вот придется, но потом как-то люди, которые пишут, поддерживают, ну, они не дают мне просто сдаться и сказать, что, типа, ну, все, ребят, пока я там пошла заниматься другим делом. Нет, я все-таки верю, что мое дело, оно должно жить дальше. Стоит ли вообще сегодня заниматься бизнесом? Если да, то каким, на ваш взгляд? Во-первых, это необходимость для очень многих. У социальных экономистов есть такое понятие вынужденное предпринимательство. Ну, мы же понимаем, что занятость сжимается. В России это происходит не так, как в других странах, потому что есть такая русская модель рынка труда. Мои коллеги Владимир Генперисон и Ростислав Капелюшников лет 10 назад доказали существование ее. То есть, у нас людей не увольняют с больших предприятий в чистую, а их им понижают зарплату, сажают на частичную занятость, на тариф. Ну, и как бы человеку, которому не хватает денег, он должен что-то делать. Не говоря уж о том, что за пределами больших предприятий все происходит гораздо легче, в смысле резче. Ну, сокращается предприятие торговли или сфера услуг, людей просто увольняют. Мы понимаем, что уход иностранных фирм не сразу, но лишает работы большое количество людей, и им что-то надо делать. Вряд ли можно рассчитывать, чтобы все найдут новую работу, потому что в целом экономика приступила к снижению валов, и продукт будет падать ориентировочно на 10-11 процентов. Это много. И тогда выручая себя, надо что-то делать, надо заниматься какой-то коммерческой деятельностью. Но кроме вынужденного предпринимательства, я считаю, что момент освобождения рынков от импортеров плюс действительно новые инструменты, которые дают цифровизации, это подходящее время, чтобы заняться бизнесом. Тут препятствие скорее в нашей культуре, потому что одна из важных характеристик экономических в нашей культуре, это так называемое высокое избегание неопределенности. То есть представление пусть лучше ничего не меняется, а то будет хуже. Из этого ряд следствий для человека. Во-первых, человек очень ценит то, что у него есть, боится с этим расстаться, с привычным положением. Эндавумент эффект, это экономисты называют. Тут нужно честно себе сказать, что в кризисе человек теряет всегда, и надо понять, что с какой-то частью, достигнутого за прошлые годы, придется расстаться и надо расстаться. Во-вторых, люди откладывают очень охотно начало нового дела. мы все предпочитаем новую жизнь начинать в понедельник с первого числа. Не начали с этого первого числа, не страшно, в других месяцах тоже есть первое число. 31-ое не во всяком месяце, а первое число есть в каждом. Откладывать не надо, ситуация очень турбулентная, очень динамичная. И в-третьих, не надо бояться неудачи, потому что есть такое понятие культура неудач, о котором много говорили экономисты, это касается между прочим тех же знаменитых стартаперов Силиконовой долины. У нас как представляет успешного стартапера, что он в 22 года в гараже что-то такое сделал, стал миллиардером. Так вот средний возраст успеха в Силиконовой долине 42 года. И у человека за спиной как правило 5, 7, 10 неудачных проектов. Не надо бояться неудач, надо из них извлекать урок каждый раз для того, чтобы корректировать поведение. Есть даже знаменитая история про то, как один из директоров Волмарта потерял 10 миллионов долларов неудачных операций, явился к президенту компании, а тот с ним провел текущий деловой разговор. Он его спрашивает, вы что же меня не уволите? Нет, конечно, как мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Поэтому я бы сказал, вот в себе эти культурные термоза надо как-то преодолеть и входить в предпринимательство. У нас потенциал предпринимательства большой в стране. мы с российской венчурной компанией и институтом национальных проектов несколько лет замеряли всякие социокультурные характеристики, хочу сказать, до 30% людей у нас подумывали о том, чтобы заняться предпринимательством. Но бизнес-климат у нас такой мест проклятый. Вот как бы потенциал есть, но культуру не пускает, а барьеры не позволяют всерьез начать новое дело. Надеюсь, что сейчас ситуация будет заставлять, а барьеры все-таки должны понижаться. Главная эта проблема состоит в том, что если не развернуть малый и средний бизнес на воссоздание вот этой полной линейки товаров, продуктов, услуг в стране, то, в общем, плохо будет всем. Поэтому мне кажется, что здесь правительство будет действовать вполне мотивированным для того, чтобы на экономическом фронте вперед продвинуть малых и средних с их способностью быстрее действовать, перестраивать, среагировать, придумывать и для того, чтобы, и думаю, что эта задача будет решена, создание полной линейки товаров и услуг, несмотря на то, что кто-то ушел, а какие-то поставки прекратились. В общем, ситуация для бизнеса сейчас непростая. Можно сказать, что это некая проверка на прочность. Сильные, предприимчивые и креативные найдут способ выжить, а кто-то даже вырасти. Но что будет с бизнес-климатом в целом? Как по-вашему, у бизнес-климата в России вообще есть шанс на улучшение в ближайший год, полтора? Я думаю, это будет противоречивый процесс, потому что снижение административных барьеров произойдет, это будет улучшение бизнес-климата. Снижение силового давления в ближайшее время, наверное, не произойдет, и это будет не улучшением бизнес-климата. Но, понимаете, мне кажется, очень важно в тяжелой ситуации думать не про завтра, а про послезавтра, потому что будет ли вообще когда-нибудь в России улучшение бизнес-климата? Будет. Потому что, понимаете, у нас ножницы выглядят следующим образом. Мы принадлежим к небольшому числу стран, у них 6 или 7 в мире, где качество человеческого капитала высокое, а институты низкаках. высококачественные. Поэтому либо уедет человеческий капитал и соответствие будет восстановлен таким неприятным способом, либо все-таки придется приспосабливать институты к высококачественному человеческому капиталу, делать так называемые инклюзивные институты, то есть на которые вы подействовать можете, когда вы налоговым рублем что-то можете сделать, когда вы влияете на власть, а не только она на вас. Поэтому я считаю, что вот эти ножницы, они все-таки заставят рано или поздно пойти на более радикальные изменения климата не только в виде понижения административных барьеров. Либо мы проиграем будущее страны, потому что я не вижу будущего в России в опоре на традиционные ресурсы. Только человеческий капитал дает более-менее серьезную надежду обоих. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok